Сейчас возвращаемся к двоичной системе. Если вам дают любое число и просят записать его при помощи двоичной системы ушисления, то как это можно сделать? На самом деле есть два способа. Ну, может быть, и есть больше, но вот таких, естественно, простых способов я знаю два. Можно идти от больших величин к маленьким, а можно идти от, наоборот, от младших, от рядом к стаж. Как можно двумя способами предоставить при помощи двоичной системы ушисления? Пожалуйста, на этот экран пишите. Значит, ребят, ответ на вопрос, зачем записывать в тетрадь, если есть видеосъемка, очень простой. С тетрадью все-таки гораздо легче работать. Для того, чтобы ослаблять видеосъемку, нужно еще будет включать телевизор, компьютер и все такое. А тетрадью все-таки взялось на тетрадь. На самом деле, древние способы не стоит бросить в тетрадь. Двумя способами число 2007 я хочу представить в двоичной системе чисел. Один способ непосредственно получается из определения двоичной системы. Я выписываю числа. Один, два, четыре, восемь. Что еще бывает? Шестнадцать. Двидцать два. Дальше. Дальше. Слышите, что хочет? 513. 513. Значит, господа, в этот момент я остановлюсь. Дело в том, что тысяча двадцать четыре, если умножишь на два, то получится 2048. Это уже слишком много. Поэтому остановиться нужно именно на числе тысяча двадцать четыре. И я здесь пишу единичку. В знак того, что число тысяча двадцать четыре не нужно. И делаю первое альфметическое действие. Из числа двадцать семь, я вычитаю тысяча двадцать четыре. Так, кто знает, семь минус четыре сколько будет? Три. Три. Хорошо. Из десяти отнимаю два. Сколько будет? Восемь. Восемь. Девять. Восемь. Я говорю вам простую вещь, что две тысячи семь это тысяча двадцать четыре плюс девятьсот восемьдесят три. Если я сейчас число девятьсот восемьдесят три представлю в виде суммы степеней двойки, то тем самым я и пять тысячи семь тоже представлю в виде суммы степеней двойки. Отлично. Пишу сюда единицу и делаю второе свое действие. Из девятисот восемьдесят трех вычитаю сколько? Выхсот двенадцать. Отлично. Значит, подача сведена к изучению числа четыреста семьдесят три. Опять нечу сюда единицу. И следующее альтиментическое действие – это вычитание из числа четыреста семьдесят один к числа двести пятьдесят один. Одиннадцать минус шесть – это пять. Шесть минус пять – это один. Получается двести пятьнадцать. Друзья, обратите внимание, как все естественно у меня происходит. То есть пишем сюда двести пятьдесят шесть, а сюда двести пятьнадцать. Заметьте, число довольно быстро уменьшается. Начали с двух тысяч, а сейчас всего лишь двести пятьнадцать. Смело пишу сюда единицу. И следующее действие. Из двухсот двенадцати вычитаю что? Сто двадцать восемь. Сто двадцать восемь. Так. Давайте я не буду здесь переписывать лишний раз. Лучше здесь пишу. Восемьдесят семь минус шестьдесят четыре. Сколько? Двадцать три. Впервые понадобилась цифра ноль. Потому что двадцать три меньше, чем тридцать два. А шестнадцать вполне можно взять. Ну, конечно, здесь можно было южно. Двадцать три минус шестнадцать. Сколько будет? Семь. Семь. Совершенно верно. А пять требуется цифра ноль. А семь, все прекрасно знают, это четыре плюс два плюс один. Господа, вот так в двоичной системе числений записывается число две тысячи семь. Смотрите, оно один, 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 ноль, один, ноль, один, 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 один. Вы скажете, что это долго читать? А смотря кому? Дело в том, что в электронной технике используется именно двоичная система числений. И, в другую очередь, это не сразу стало очевидно. Когда только начинали изобретать всевозможные компьютеры, то на полном серьезе пытались сделать компьютер, который работает в троичной системе числений. Более того, он даже был сделан. Он назывался Сетлин по названию речки, которая в Москве здесь довольно близко течет, рядом с местом, где его издурили, этот самый компьютер. Действительно, инженеры, между прочим, инженеры могли бы и в десятичной системе числений сделать, чтобы компьютер работал. Собственно говоря, напряжение тока такое, чуть-чуть поменьше, поменьше, поменьше. Вот вам и действительность. Проблема только в том, что слишком сложными получаются электронные схемы. И выяснилось, что легче все делать в двоичной системе. Пусть запись будет немножко длиннее. Но зато, примитивно, что называется, ток идет, ток не идет, под напряжением, не под напряжением. Такого типа вещи выяснилось, что проще сделать много элементиков, каждый из которых либо ноль, либо один, чем делать так.